Приветствую, друзья! Вы на канале Есть Вопрос. И пусть вас не смущает стена этого учреждения, ведь это школа Мастерград. И в рамках, точнее в стенах этой школы мы с вами будем создавать одну интересную штуку. Выглядеть она будет примерно так. Делать мы это будем совместно с детьми. Соответственно, вы со стороны сможете посмотреть, как это выглядит, и вдруг вы захотите это повторить. Ученики создадут для нашего будущего проекта три лампы. Такие лампы, которые им будут напоминать о том, что они были творцами внутри образовательного пространства, которые, опять же, разрешили создать им своими руками. Ну, обо всем по порядку будет чуть позже, а пока давайте ворвемся в мастер-класс, и вы увидите, как это происходило. В проекте «Будущее» вы, девочки, знаете, что это такое? Отлично. Там есть у нас с вами стойка такая, барная, которая прямо у окна, а над ней будет светить три лампы. Вот эти три лампы мы будем делать своими руками, чтобы, раз проект в будущее, то будущее наше будет построено вашими руками. Ответственности все ощутили? Делать мы это будем из подручных средств. Самое важное у нас объектов сегодня – это вот такие ведра, которые я купил. Это самая бюджетная история. Металлических просто не нашел, но мне пластиковые больше понравились. Они еще и черные до кучи. Вот. И эти ведра мы будем с вами электрифицировать и разукрашивать. Я специально вам сделал вот такую штуку, показать, как это примерно должно выглядеть. Смотрите. Да, то есть у нас есть отверстие, и вот у нас раскрашено. Чего не хватает, как вы думаете? Ламп. Лампочка, правильно. Ну, чтобы эта лампа была, да? А еще не хватает, как бы, подложки. Именно фона белого, если мы сейчас тут что-нибудь набрызгаем, у нас будет очень контрастная цвета. Видите, на черном яркий цвет, он немного сливается. Несмотря на то, что цвета прикольные. Вот, видите, я уже тут запачкался. Что мы будем делать? Вот у вас сегодня есть классная возможность, просто в стенах школы у меня такой возможности не было. Побрызгать баллоном, но делать будем это аккуратно, пожалуйста, чтобы мебель не портили. Я подложечка вам сделал. Сейчас каждый возьмет по ведру, и сверху мы начинаем брызгать. Кто-то пользовался баллонами раньше. Сейчас мы быстро узнаем, кто-то нам фасады портит. Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, дальше самое интересное, что вы будете делать. Мы возьмем с вами вот эту краску. Она густая. И мы сейчас ее чуть-чуть прямо размешаем таким образом, чтобы у нас с вами подтеки образовывались. То есть мы берем ватной палочкой, берем краски прямо много. Тыкаем, и нам нужно, чтобы у нас образовался вот такой подтек. Здесь я делал два раза, то есть отдельно для вверх, отдельно для низа. Чтобы вы понимали, что так не получится, что оно здесь скатывается. Поэтому плюс-минус попадаем, чтобы у нас именно как будто много раз пользовались вот этим ведром. У вас будет намного красивее, потому что у вас сперва идет фон. Вот. Если затекает нут, норм, все хорошо. Понял? То есть у нас надо рядышком плотно, плотно наложить разные краски. Продолжение следует... Ну что, готовы, дети? Да, капитан! Супер! Нам осталось дойти до финишной прямой, подключить наши ведра к электричеству. Делать будем с помощью вот такого готового комплекта. Важно что? Что мы сейчас аккуратно переворачиваем ведра, откручиваем гайку, вставляем патрон в ведро, верхнюю часть снизу, закручиваем гайку. После чего вкручиваем лампочку, наслаждаемся красивым светом. Всем понятно? Да, правильно! Музыка. Музыка. Ну что, друзья, пробуем? Вы дошли до финиша, посмотрим, загорится или нет ваши ставки. Да. Ставлю 20 тысяч рублей, чтобы загорится. 30 тысяч? 30 тысяч. 50 тысяч долларов. Ну давайте, давайте. Я не могу дымой. У-у-у! Кто выиграл? Я не могу. И что, круто? Да. Молодцы. Получилось? Классушка. Ура! Ну я рад за вас. Все, теперь у вас есть личная вещь на этом пространстве. Фишка. У-у! Молодцы. Ну что, друзья, вы все видели своими глазами и согласитесь, классно видеть эмоции детей во время мастер-класса. Когда у них что-то получается, когда они пачкаются в краске, постоянно носятся от умывальника сюда, чтобы ничего не пропустить. Ну, короче, все это очень-очень интересно. Если вам нравятся подобные сюжеты, обязательно пишите. Мы будем их снимать больше, ведь в нашей жизни их хватает. Просто мы их вам не показываем. И, кстати, друзья, не забывайте, что все, что мы делаем, вы можете повторить у себя дома. И согласитесь, авторский светильник конкретно от вас, ведь он у вас получится такой, какого не будет ни у кого, будет вас радовать долгие годы. А, меня зовут Александр, и это был канал Есть Вопрос. Если вы хотите первыми получать новости, вы должны нажать на колокольчик, что я вас учу. Если вы хотите, чтобы канал развивался, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Александр, канал Есть Вопрос. До новых встреч. Пока.